У прямому эфири. С Киева. Саввик Шустер Студия презентует. Вы будете гарантом свободы слова? Буду. Доброго вечера. Прямые эфирцы Свобода. Мы самая свободная программа в Украине. И мы вернулись на телеканал Интер. Нам было очень комфортно и интересно работать на Первом национальном канале. Аудитория была большая. Она была нашей постоянной аудиторией. Но новое руководство Интера предложило нам работать на ведущем канале страны. И, конечно, это творческий вызов для всех нас. Я бы... Добрый день. Я бы сказал так. Так, если вам предлагают играть за Барселону, ну, трудно отказаться, честно. Но не всегда выигрываешь. И проигрывать тоже надо уметь. Наши гости сегодня. Александр Ефремов. Народный депутат. Председатель фракции партии регионов. Олег Тегнебок. Председатель фракции всеукраинского объединения Свобода. Сергей Тегибко. Вице-премьер-министр и министр социальной политики с 2010 по 2012 год. Народный депутат. Один из лидеров партии регионов. Все правильно? Да. Арсений Яценюк. Председатель фракции всеукраинского объединения Баткельщина. Александр Вилкул. Вице-премьер-министр Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый раб в нашей студии. Ирина Акимова. Первый заместитель главы администрации президента Украины. И Виталий Кличко. Председатель фракции партии УДАР. Мои коллеги-эксперты Вадим Карасев. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор Центра глобальных стратегий Александр Мартынинко. Генеральный директор информационного агентства Интерфакс Украина Владимир Фисенко. Председатель правления Центра прикладных политических исследований. Петр Мага, как всегда, на своем месте. Наша аудитория вся Украина. По всем социологическим критериям 100 украинцев в этой студии представляют всю страну. Они и будут оценивать, что происходит в этой студии. Итак, сегодня состоялся диалог президента со страной. И именно от президента мы узнали во время прямого эфира, который шел на ведущих каналах страны. Мы узнали о том, что был достигнут компромисс и Верховная Рада заработала. Мы спросили аудиторию, поддерживаете ли вы решение депутатов разблокировать парламент? Поддерживаете ли вы разблокирование Верховной Рады? 87% поддерживают это решение депутатов. Мы спросили у аудитории, чья это победа. Как вы считаете, большинство оппозиции здравого смысла? Вот как считаете...